Здравствуйте, дорогие союзники! Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов. И Светлана Алладина. Очень сложную тему вы предложили нам сегодня для обсуждения. Впрочем, сложные они же и нужные, и важные. И обходить их стороной, наверное, невозможно и неполезно. Но в то же время надо быть крайне осторожными в формулировках. Что мы сейчас и постараемся сделать. Речь идет о законопроекте о предотвращении так называемого семейно-бытового насилия. Почему так называемого? Потому что против этого законопроекта давно уже и небезосновательно выступает Патриаршая комиссия по защите семьи, материнства и детства. Что настораживает и представителей Патриаршей комиссии, и более чем 180 организаций, которые так или иначе занимаются как раз-таки поддержкой семьи, защитой материнства и детства. Вот Тимофей сейчас прочитает в фрагменте открытого письма. Я же предварительно хочу напомнить вам фразу, которая стала притчей во языцах. «Когда убьет, тогда и приходите». Вот так и представляешь себе дежурного, да, милицейско-полицейского, который в ответ на жалобы и просьбы защитить говорит, «Ну, пока же ничего же не случилось такого-то уж совсем. Вот убьет, тогда и приходите. Тогда и приедем». И иронизировать тут не приходится. Ситуация эта страшная, потому что жертва возвращается туда, где ее как раз и могут убить. Незащищенная теми, кому это вроде бы по должности положено. Как иногда инертно бывает полиция, да простят нас все те, кто работает там и действует по закону и по совести. Но мы вот с Тимофеем не так давно убедились. Не буду пересказывать ситуацию, но просто люди не хотели делать вообще ничего. Даже при том, что все возможности у них для этого были. Это, как говорится, моим глазам свидетелей не надо. Мы вот просто тут сами убедились, к сожалению, вот в таком негативе. И вот с этим же сталкиваются те, кто, испытывая действительное, ненадуманное насилие в семьях. Практически в ежедневном режиме. Да. Обращаются за защитой и ее не получают. И вроде бы стремление защитить, помочь, обезопасить потенциальных или уже состоявшихся жертв – это благо. Однако, что мы видим как реакцию общественных организаций, которые тоже имеют отношение к таким ситуациям, точнее, к работе по защите, по помощи, по социально-психологической иной реабилитации жертв. Да. Итак, фрагмент текста мы приводим от имени 182 общественных организаций, которые, письмо это направлено в адрес президента Российской Федерации. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия имеет откровенно деструктивный характер. Закон позволит запретить гражданам общение с членами своей семьи и доступ к своему жилью по охранному ордеру, предписанию, при наличии неких, в кавычках, данных, об имевшем место факте насилия в семье. Насилие, в кавычках, определено в законопроекте безмерно широко, включает в себя в том числе психологическое и экономическое насилие, которое охватывает собой обычные житейские ситуации. При этом охранный ордер может быть выдан без суда и следствия незамедлительно при получении от любых лиц данных, в кавычках, о факте, опять же, в кавычках, семейного насилия, в том числе против воли пострадавшего. Нарушение ордера грозит арестом, то есть желание супруга помириться с супругой может обернуться тюрьмой. Вот немножечко подзовится у меня компьютер, не могу дальше прочитать этот фрагмент. Но между тем, дорогие друзья, вот только осмыслить хотя бы вот этот вот абзац, который мы сейчас озвучили. Охранный ордер может быть выдан без суда и следствия незамедлительно при получении любых фактов от лиц. А при этом формулировки, что такое вообще психологическое насилие, эмоциональное, экономическое, они очень размыты. То есть под это можно подвести что угодно. Продолжим. Законопроект, являясь порождением радикальной антисемейной идеологии феминизма и так называемой гендерной идеологии, станет инструментом коренного и насильственного изменения самих основ российского общества, уничтожения наших традиционных семейных и нравственных ценностей. Юридический проект представляет собой воплощение механизмов, заложенных в Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Борьба с мужским насилием, согласно этой конвенции, строится на презумпции вины мужчины, представляя собой дискриминацию по половому признаку. Ратификация этого международного договора нашей страны активно добивается международное и российское феминистское лобби. При этом в Европе против него выступают общественные организации, защищающие семью и семейные ценности, представители многочисленных традиционных религиозных общин. Вот такое обоснованное, аргументированное мнение. Его развернуто можно почитать в частности на информагентстве «Регнум». Вот это вот открытое письмо на имя президента России. Все ясно, все понятно, вроде бы, но мы решили, абсолютно уважая и вот эту позицию и позицию патриаршей комиссии по семье, сами спросить тех, кого знаем, как людей, которые уже много лет занимаются либо реабилитацией женщин, пострадавших от разных кризисных ситуаций, и тех, кто по долгу службы имеет опыт общения с людьми, которые с разными гражданскими проблемами приходят в суд. И вот что мы услышали. Руководитель одного из церковных центров для женщин в кризисной ситуации прокомментировала позицию патриаршей комиссии по семье и законопроект следующим образом. Полностью согласна. Но так как по роду деятельности часто приходится встречаться с семейным насилием, как моральным, так и физическим, приходится признать, что женщины с ребенком никак не защищены. Если нет состава преступления, избиений, травм, смерти, то полиция уедет и все. Часто женщины не обращаются в полицию, потому что бояться эффекта все равно не будет. А месть агрессора за вызов наряда последует неминуемо. Кроме того, моральное насилие, которое приводит женщин с маленькими детьми на грани с самоубийством или психозом, что с этим делать? Кто поможет семье, если нет ни сил, ни ресурсов, у женщины обратиться за помощью к специалистам. А мужчина считает, что она сама дура, психичка, и он ее воспитывает. В лучшем случае, если все останутся живы, когда дети подрастут, и женщина сможет работать, она подает на развод, и семья распадается. Лучший случай такой, да? Проблема очень сложная, и оставлять все, как есть, мне кажется, нельзя. Но вот опять-таки возникает вопрос. Если даже сейчас, когда другие уже специалисты нам сказали, что достаточно у нас заложено, и в этом письме говорится, в уголовные административные кодексы, чтобы уже сейчас обращаться за помощью, но женщины за нею не обращаются, то с чего они начнут, допустим, за ней обращаться, действительно терпя ненадуманное насилие, да? Когда появится вот этот закон? Вот что такое изменится? Или всем придут и скажут, если что, вы нам жалуетесь? Или вот как это себе представляют? А вот это самое, если что, вы нам жалуетесь, не породит ли череду жалоб на те проблемы, которые на самом деле решаются между двумя любящими людьми, которые повздорили, не поняли друг друга, да? То есть не будут ли у страха глаза велики, и действительно, как предполагают авторы письма, не породит ли это распада семей с одной стороны, или страха к созданию семей с другой, потому что чего человек, и так сейчас проблема, люди не заключают браки, а с чего они будут это делать, если стоит только заключить брак, и дальше ты оказываешься заложником вот этого закона с очень размытыми формулировками. Едал денег на норковую шубу, совершил экономическое насилие. Все, да, не дал посидеть со своими подругами в кафе, не перечислил денег или как-то еще, все, пожалуйста. Я была в декрете, не работала, у меня не было возможности зарабатывать, муж только работал, еще и декретный брал, и еще дополнительно. Я полностью от него финансово зависела, и он меня экономически контролировал. Я себя хорошо вела, он мне денег давал на что-то, плохо, все, вот вам вариант насилия. Вот по размытым формулировкам закона, да, вот как раз один из специалистов по гражданским делам нам так и написал. Я вот честно ничего плохого не увидела, то, что опека должна реагировать, учителя сообщать, это есть и сейчас, а вот если полиция будет реагировать, может быть, кого-то это спасет. Но закон требует доработки в деталях, потому что некоторые вещи описаны как-то в общем, и вот это как-то в общем, и дает поводы для тревоги. Друзья, мы даже не знаем, что у вас спросить. Конечно, телефон прямого эфира. У нас есть телефонный звонок. Да. Давайте его принимать. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Евгений Александрович. Вот, спасибо, что вы с вашей мудростью и жизненным опытом нам позвонили, и вот мы вас слушаем. Да тут много мудрости не надо. Я тогда, дальше как бы хуже не был. Вы вспомните, что говорил председатель суда конституционного, он сказал, что крепостное право, это духовная скрепка была. То есть холопство поощряется. Это раз. Во-треть, закон о критике. Вы критиковали полицейские. Вы знаете закон о оскорблении власти? Вы подпадаете под него. Критиковать нельзя ничего. Вы сразу под закон подпадаете. Вот и все. Все замыкается. Евгений Александрович, ну так закон-то это хорошо или плохо? Право семейное насилие. Вот скажите, пожалуйста, как часто вы сами с этим сталкивались? Вот там, не знаю, там знакомые жалуются, у соседей вот такая беда. Вот это действительно такая частая проблема? Евгений Александрович сказал, отключился. А вы вот как хочешь тут и оставайся. Ну понятно. Ну что? Что нам пишут зрители? Я хотел еще один маленький момент напомнить, что когда мы с тобой говорили до программы, до передачи, да, пытались разобраться вот в этих мнениях различных экспертов, советах, у нас на самом деле, вот ты правильно говорю, вопросы, то есть после каждого комментария возникало еще больше вопросов. То есть вот ты в начале программы, я хочу, чтобы мы в конце еще раз уточнили, что вопросов у нас возникает больше, чем ответов. Позиции людей, которые говорят с той стороны или с этой, они абсолютно понятны, ясны. Но что делать-то? И как ситуация в принципе изменится, когда примут этот закон или не примут? И как это оценивать? Сколько семей исправилось? Кто это будет делать? Каким образом вообще, в принципе, это что, это будет обязательного порядка для выполнения рекомендаций? Или это просто рекомендательный характер всех советов? Как это регулироваться будет, что человек в семье будет приходить, садится в однокомнатной квартире, где пять человек семьи, садится и смотрит, что тут происходит, как они общаются? А вот это все непонятно на самом деле. Все непонятно, но я знаю о ситуации, она связана уже больше с ювенальной юстицией, кстати, в происках которой, вот, например, Татьяна Порфирьевна, наша Суслова, наша постоянная зрительница, участница обсуждения как раз подозревает авторов этого закона в попытке протащить вот эти вот все прелести ювенальной юстиции, опять-таки, это выше тем. Так вот, страна, Канада, где ювенальная юстиция развита, ребенок элементарно был спрошен, почему не делает уроки, почему так себя ведет, и отправлен делать уроки. Ребенок хватает трубку телефона и говорит, а я сейчас позвоню и скажу, что вы меня вот наказываете, принуждаете и все такое прочее. То есть, возможность пожаловаться, она чревата. И в большинстве семейных ситуаций, если это два любящих человека, не только кто-то там сторонний вообще там, кажется, не должен знать, ни мамы, ни подружки, ни друзья, потому что вы любите друг друга, вы разберетесь сами, никого не надо. Вот преподобный Амвросий Оптинский, я же память будем совершать скоро, он же подрабатывал до монашества семейным учителем. И он говорил, что когда супруги ссорились, и каждый норовил перетянуть его на свою... То есть, они ему ходили плакаться, каждый норовил его перетянуть на свою сторону, он никогда не вмешивался, что он говорит, они-то помирятся, а я-то буду, вот что вот, да? То есть, они-то помирятся, нормальная любящая семья способна решить эти проблемы. Но, если речь не идет о каких-то, не знаю, психиатрических, психических, криминальных наклонностях, ну, опять-таки, почему советуют не сразу создавать близкие отношения, а все-таки прожить, в смысле как, пройти с человеком, не живя с ним какое-то время, а лучше, там, хотя бы несколько сезонов, там, зима, весна, лето, осень, да, и посмотреть на него во всех ситуациях, посмотреть, как он к детям маленьким относится, как к родителям своим относится, там, уступает ли он место в трамвае, да, пинает ли он кошку, которая попалась на дороге, и уже вот тогда, да, дорогой, принимаю твое предложение. Ну, вот так. Друзья, вопросов, правда, больше, чем ответов, спасибо за то, что вы терпеливо это выслушали, давайте будем думать об этом, и посмотрим, чем дело кончится, а может быть, и поучаствуем в разрешении этой проблемы. Тимофей Обухов, Светлана Владимировна, программа «Честное мнение», даст Бог, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова